всех приветствую сегодня мы снова в магдебурге охотник привет с твоей малой родины а сегодня приехал опять в кавалер 5 посмотреть немножко рановато приехали время открытия не нашел с 11 часов сейчас мы тут погуляем еще там есть интересный объект посмотрим там вот за спиной у меня вход туда пойдем вообще в интересное в интересном мире мы живем вроде бы мы живем и все знаем но когда ты начинаешь погружаться в одну тему то ты выясняешь что мы окажется ничего не знаем это очень интересно и куда бы ты не погрузился так она везде есть медицину химию физику или даже возьмем историю я уже наверное целый год посмотрел прото цивилизация канал то есть ролики за год примерно но еще по моему не закончил за год примерно я столько много увидел и просто иногда фантазии не хватает это огромные блоки с мрамора просто огромные потом резьба вот эти там в два миллиметра прожил очки а мрамор он очень хрупкий и тут как это все вообще разрушены и засыпаны и причем вот это засыпано очень интересно дело в том что тут мы наблюдаем почти повсюду засыпано все глиной допустим где-то вот в горах хардс есть места где я наблюдал что что если сергей мне рассказывал знакомый что он копает а там круглая галька вот именно как морская речная там нету таких рек чтобы набрать такой гальки горах хардс а там вот интересно на горах и все это засыпано ну такое впечатление климатическим оружием кто-то игрался и знаете вот взял как будто вот где-то на море раскрутил вот так все поднял потом это перевел на город над городом это все покрутил все там этой галькой всех уничтожил все переломал и потом все это бросил его так это все осталось засыпано но у меня других честно говоря идеи нету как это могло произойти так почему там так почему там так и потом вот показывают ребята города где просто все переломано вот эти гранитные блоки они прям вот в такие булыжники все переломаны как это могло произойти это очень странно потом энергетика наша, особо никто этим вопросом не задается, не интересуется а это напрямую связано с нашим здоровьем, кстати если что, пульки там у меня есть, в смысле я их делаю можно в описании перейти будет электронная почта и туда написать добавлю пару фотографий и защита энергии, и тут с энергией тоже очень много связано как это работает, к сожалению, на сегодняшний день, пока я ничего не нашел чтобы был какой-то конкретный прибор, чтобы он мог измерять нашу энергию кстати, вот тут собор, его видно сейчас потихоньку сейчас, подожди давай покажем собор отсюда он недалеко тут у нас, совсем вот рядышком буквально-буквально где он да так, а как мне приподнять короче, у меня новая камера блин, а как ей пользоваться я еще не научился в смысле первый раз снимаю вот учусь ага так, понятно еще приближаем сегодня еще попытку сделаем в ту церковь попасть в которую ну никак я не могу попасть ну по крайней мере попытаемся, может повезет так, идем дальше вот друзья, мы ушли уже метров 300 а то входа основного так как у нас есть время и тут я зашел кустики отлить туда дальше смотрю, а тут продолжение представляете, метров 300 400 где-то идет продолжение оно в обе стороны уходит в общем сейчас мы еще немного погуляем тут здание я уже как бы его показывал одно или сейчас я приближу там труба какая-то ну тут дачу устроили я вижу так, сейчас мы приподнимем чуть-чуть так там какая-то труба и там где-то я видел а, вон она зеленая дверь вход там есть на какую глубину что представления мы не имеем не знаем, конечно же поэтому ну и тут здание мы сегодня с Ильей приехали Михаил ногу потянул опять не может не опять мы не втроем, а вдвоем и вот сейчас сейчас я покажу где это примерно так вот машина сейчас вот где-то вот тут где она проезжает вот там где-то вход в Кавалер 5 все сейчас мы тут еще походим немного и пойдем туда вовнутрь вот в общем мы прошли еще где-то с полкилометра ну то есть к тем 300 метрам еще примерно 200 метров уже примерно полкилометра мы прошли и обнаружили продолжение продолжение этого Кавалера в прошлый раз я был один но как бы долго ходил поэтому уже дальше не стал проходить а сейчас получается у нас как раз время то есть нам надо подождать эту сторону видно, нет? ну тут видно вот насыпи вверх вот это все засыпано много конечно тут понятно что под откопали вот дверь вот туда бы зайти вот одна дверь там окно походу тут вот с другой стороны другая дверь хорошо сейчас мы пойдем обратно наверное дальше мы уже не пойдем тут в принципе дальше дороги нету в другую сторону не знаю пройдем не пройдем сейчас посмотрим если время хватит то пробежимся еще в другую сторону вот у нас как бы откопано тут глубина и вот тут кусок стены выглядывает но опять же понятно что ее восстановили но сейчас никто не чистит ничего видать никому не надо и это все тут заросло я тут был первый раз зимой по-моему ага они сейчас закрыли к сожалению ну вон там проход по-моему есть сейчас я покажу другую сторону так через дорогу перейдем так эта сторона у нас стена и в общем она идет туда вот видно там дальше вот этот кавалер выглядывает сейчас я попробую приблизить сначала приподнимем чуть-чуть вот так вот где-то там у нас кавалер выглядывает это остатки так называемой крепости звезды возле собора тоже там немного откопано но как бы тут проход закрыли да я не вижу смысла честно говоря туда идти стена это вся новая ее тут видать не один раз уже реставрировали поэтому какой смысл туда ходить не знаю нету смысла в общем там есть у меня ролик где я показывал это может найду и ссылку оставлю в описании ну и в общем время подходит потихоньку мы идем туда к входу вот мы вернулись обратно ко входу тут уже буквально рядышком вход у нас тут у нас сделали что-то типа боксов какие-то гаражи ступеньки вон наверх видно когда-то были куда а там сейчас сверху дачи сейчас дачи покажу вон крыши торчат поднимись чуть-чуть вон там выглядывают крыши и вот эти боксы идут ну как бы вроде логически для автомобилей видно что кирпич свежий это уже явно современники тут настроили вот этих боксов а там внутри где-то местами старая кладка кирпича просматривается но это я еще раз покажу а тут у нас стоит раритетный автомобиль и он продается по-моему я вижу какая-то бумажка на лобовом стекле цифр кауфен да продается и телефон номер короче нету цены я думал ну обычно цену пишут цены нету ну в таком вполне приличном состоянии еще я скажу для такого древнего авто прикольно так пойдем мы на вход потихоньку ну как бы да это сто процентов тут вот это все современники наваяли вход вот это все обложено вот этим желтым кирпичом но моментами что-то выглядывает сейчас мы все это посмотрим покажем там сверху у нас какого-то орла придел или что там этими буквами непонятными написано можешь прочитать или можешь прочитать сверху что там написали буквы рандальтель рандальт лир пять а кавалер вот даже не поймешь это ка или эр блин кавалер пять и тут что это тоже ка или что а да ну короче буквы вот эти вот уродливые я скажу я не знаю они наверное считают что это красивыми но и даже если я не знаю что они так пишут я прочитать не могу ладно это и дело короче как писать пойдем мы на вход в принципе это все показывал ну еще раз покажу так нажмем управление еще толком не разобрался как тут все работает тут макеты как бы как бы что-то типа наверное было когда-то так ну по их представлению я так понимаю насколько достоверно это опять же только гадать остается так вот этой пушки в принципе мы могли бы тоже проехать там внутри стола ствола я тот раз забыл снять там дырка как она там образовалась там как будто бы земля выглядывает в принципе тут ничего интересного нету какие-то фотографии некоторых зданий вот вот их представление как это типа было так вот вот так видно так что это было что пищало камера пищало не камера стабилизатор я даже не пойму что пикнуло так вот тут еще какая-то интересная фотография это но этого мы сейчас нигде не увидим точно потому что по интернету то я когда первый раз сюда ехал полазил неплохо посмотрел ну вроде по памяти так примерно по моему 18 век что ли по истории 18 или 19 точно не помню так ну вот тут немножко как бы старины ножички ножички разненькие так один у меня есть кстати а он в другой комнате точно один у меня есть надо посмотреть какого он все-таки года мне как бы вообще-то я не коллекционер мне это все до одного места вот это вот тут винтовочка парочку нож совсем клинок такой штык-нож сгнивший а вот тут еще один ножичек есть старый сейчас я его покажу вот он что-то вот этот похожий на мой хотя нет ручка не такая но якобы патроны для магазинов сумочки ну в принципе все тут ничего интересного особо и нет все такое так скажем хотя в интернете за серьезные деньги это все продают ладно пойдем дальше мы а нет пошли или я покажем вот эти остатки кладки они тут у нас в углах походу по моим впечатлениям скорее всего что-то сохранилось и это все обложили заложили на нет вот это вот все я конечно не могу утверждать скорее всего это все обтерли и подмазали не могу утверждать что это именно оригинальная кладка но она интересно очень выложена такими закругленными заостренными формами и все вокруг обложено ну и там что тут у нас где тут оригинальная кладка где не оригинальная сейчас уже разобраться по-моему практически невозможно единственное что дальше я вижу четко это скорее всего вот желтый кирпич это уже обложили может быть там было видно оригинальную кладку ух ты а вот это у нас было закрыто раньше этого я не видел пойдем глянем что тут у нас интересненько куда это я попал еще такой мини музей комната или я где-то потерялся он сейчас меня потеряет вот он идет нашел меня фотографии о тут мушкет причем мушкет такой но вполне человеческий это не как в Кюнигштейне там 3 метра еще плюс приклад отпиленный тут явно был где-то 3,5 метра длиной представляете чудо включил и выключил походу тут короче вот это вот желтый кирпич походу они что-то тут заложили возможно оригинальная кладка была гораздо интереснее вот тут опять вот эта закругленная кладка с обеих сторон очень интересненькая такая возможно это возможно оригинальная я опять же утверждать ничего не могу а вот это уже походу тут желтый кирпич это уже современники на Ваяле так у нас тут еще две комнаты я помню это хорошо для тех кто этого не видел конечно будет я думаю интересно посмотреть тут по-моему еще были где-то да вот закругления эти ну потолок конечно тоже постарались неплохо выложили ничего сказать не могу и вот эти вот закругления понятно что там уже вот это щели бетон современные напихали ну как бы судя по швам не знаю оригинальных не видно может быть они гораздо меньше были сейчас мы видим они довольно толстые поэтому сказать ничего не могу на счет этого так где-то у нас музей дальше был тут у нас комнатка такая чуть-чуть приоткрытая ну типа так у нас тут выживали люди там в окно что-то мы сейчас приблизим что там видно там какая-то стена с окнами к сожалению туда проход закрытый поэтому мы туда не попадем тут вроде как бы кровати ладно так понятно все это какое-то время возможно так и было опять же какое время когда что было так вот эта комната у нас мне незнакомая она была закрыта нет это была открытая я помню пушка но тут они вот этот закрыли она была вот видите дверцы внизу они были открыты там еще этаж как минимум с кирпичным полом ну как бы тут конечно вот эти все вещи непонятные они в никуда во-первых но тут ладно вот вот эта бойница непонятна она вот этот проход вдоль стены простреливает а вот те бойницы которые туда дальше они совсем никуда короче ну то есть в своих получается тут опять же окна такие здоровые опять когда они были ну тут я не знаю я не могу сказать но по моим ощущениям слушай Илья мои такие ощущения что кирпич как-то он немножко покраснел по-моему они его тут покрасили понимаешь и в тот раз я когда был вот этот кирпич он совсем был желтый а сейчас он уже становится красноватый то есть они его покрасили ха-ха значит это скорее всего оригинальная кладка я тогда думал как они так умудрились современную кладку сюда вложить в таких объемах они закрасили представляете то есть сколько прошло ну минимум два года пару воздушки что ли да по-моему воздушки стоят воздушкой висит на стене ха-ха так ладно что тут вот эти бойницы вот они как бы ну стрельба по своим вот там свое здание продолжение не знаю видно не видно ой подо мной пол просматривается там щели большие этаж ну как своих тут стрелять что ли вообще непонятно в щели видно светленькое там окно туда наружу но это мы еще сейчас покажем вообще прикольно конечно вам скажу что вам сказать вот это сейчас данный вот хорошо что я еще раз приехал я тогда башку ломал как они могли сюда желтым кирпичом вложить они покрасили а сейчас он это выцветает походу эта краска исчезает помаленьку и видно что из-под желтого появляется красный кирпич понимаете конечно я не буду царапать чтобы убедиться в этом на сто процентов но вот местами блин напугался просмотрел все записалось думаю нифига себе столько шел еще такой длинный сюжет сделал думаю нифига неужели не записалось тут правда этот ящик громко говорит со звуком не знаю насколько хорошо будет меня слышно так тут клинки у нас какие-то не знаю возможно древние ну как бы насколько древние опять же понятие растяжима вот кстати фотография похожа на оригинал но это скорее всего начало двадцатого века да получается скорее всего судя по амбундированию их нему тут не пойму что за палки непонятные мне совсем палки какие-то там какой-то трубка какая-то клинок такой ну клинок ручка совсем не сохранилась деревянная а вот чему-то само лезвие просто сохранилось вообще сохранилось вот тут особенно надпись или может быть обновили непонятно и там или просто где-то лежало а тут тоже все сгнило в смысле коррозия съела интересно я в тот раз не заметил этот клинок так вот еще фотографии ну да судя по ихним вот этим вот одежкам ну похоже да начало 20 века скорее всего конечно я не историк не могу утверждать я любитель пытаюсь просто показать что было и как было и как есть и как нам рассказывают конечно как нам рассказывают я не рассказываю потому что если кому-то интересно он может сам почитать это все и увидеть несоответствие ну тут таких интересных фотографий особо я не вижу ну вот этот кавалер опять же когда 1870 год типа конец 19 19 века опять заболтал помолчи опять минут а вот вот это где такого нету сейчас по-моему мог и а а а в а в а какой он громкий а а вот с этой стороны клинки хорошо видно вот тут у этого тоже ручка как бы фук-фук в никуда сейчас попробую приблизить чтобы хорошо видно было и вот так по ним пройтись потихонечку надеюсь это видно будет монитор как бы маленький на этой камере поэтому маловат монитор конечно клинок вообще хорошо сохранился красивый конечно не могу сказать особенно последний будут у нас фляжки китки эти котелки котелок но надо как раз 1 1 резни брата убийственной этот вот у нас тоже по моему оттуда английский или чё по моему заключение таких бегали во второй резни так так бегали таких еще к стоит их кастрюлька хотел сказать не кастрюльках а этих тарелках стилет или что это непонятно как у нас патроны изготавливать прибор тут вроде все так это у нас вроде так форма такая была вот такая шапочка красивая вообще не пойму блин когда запись идет когда не идет ничего не понимаю подсветкой хоть разобрался вроде выключил потому что друг запись идет все у меня записано хоть было нет вот этот вот слева вот такое у меня на стеночке копия но мне чуть-чуть от колотая правда ручка самая малость не пофиг мне как бы это не так важно блин подсветка тоже хороша наверно была выравнись вот еще фотографии это видать вот не так давно было так сейчас уже мостик там все поменяли отреставрировали а это было совсем тут разрушена капитально это причем судя по одежде вот того мужичка тоже начала двадцатого века так он стена не знаю когда тут как бы они черно-белые да там доверять не знаю 1926 написано можно ли доверять нет не знаю не могу сказать ладно так идем ну и дальше все потерял меня для ну пол конечно мы не будем показывать понятно что тут вот мостик я только что на фотографии показывал как бы смысла нету показывать это все так еще даже не разобрался как тут кабель подключить сейчас разберемся зубы покажем сначала откуда мы вышли так вот отсюда мы вышли а только что фотографию показывала например отсюда было сделано да примерно отсюда вот это все вот еще на глубину и еще не факт что это откопано до конца понимаете возможно глубже еще было возможно это откопали как раз вот когда-то тогда в конце девятнадцатого ну как бы может быть не могу утверждать но потому что мы видим все вокруг происходящее а тут что такое или ты в туалет по-моему хотел да точно дома дома написано дверь закрыта для посетителей а вот опять эта кладка тут у нас такая хитрая закругленная по обе стороны ну такая вот кладочка тут идем дальше у нас опять дверь ну тут тут явно вот эта стеночка уже свежачок совсем эта стеночка опять же похоже возможно она есть где-то конец девятнадцатого там начало двадцатого там вот интересно они сделали так или так было вот это вот парам под зданием ручей протекает на сегодняшний день сейчас мы вряд ли это скажем или позже было так сделано или изначально тут принципе вижу заканчивается все опять же тут как всегда как везде много закрытого ворота какие-то старые сгнившие мы тут вроде все у нас еще пару дверей они конечно же закрытые мостик современный вагонетка все его тут дорога у нас домой дорога до дома там вот это уходит еще неизвестно куда я тогда смотрел там все зарослях поэтому туда ну тут уже видно даже что все заросло там туда нету дороги там опять же она идет идет до какой-то дороги потом дорогу упираемся как пойдем обратно ну это же все показывал там проходил он где знак запрещен туда проход тут кирпича немерено просто наложено задавидать какие-то празднички что-то проводят вроде что-то сцены сделано еще вот монитор поставили фотографии листают и окна как бы для крепости они как-то большоватый вам не кажется ставни железные если но все равно бы немного странно но кирпича сюда буха на увели вы просто но если представляете там огромный слой еще сверху и даче находятся сверху вот надо на этой конструкции это обалдеть важно это конечно прикольно там такой проход я в тот раз там проскочил туда но он так идет сейчас я вот тут покажу он идет там дверь упирается вот такой вот он примерно закругленный там дверь тоже уже современный кирпич вижу заложили дверь прибабахали закрыли короче в эту сторону я в тот раз быстренько пробежался и как бы показал что там вот оно все вот так идет туда и до двери и все упирается в дверь и заканчивается дверь ну представляете сколько тут кирпича сколько тут наложили просто обалдеть просто обалдеть сколько кирпича колонны сколько они метров около двух метров вот это ширина вот этой колонны да ну не два нету ну как полтора как минимум может даже метр семьдесят вот это вот колонны этот бар принципе все больше ничего такого интересного нету как бар нам не нужен как я не знаю или надо спросить может пить хочет я вроде не хочу пока идем мы на выход и дальше пойдем ну штампад откопали еще смотрим ну а так это выглядит все снаружи там можно что-то купить где я показывал бар тут у нас идем мы дальше тут вот у нас сделали мужской туалет по ходу тут у нас вот это ниже покажем глубину на сегодняшний день возможно это все было гораздо глубже не знаю что воду откачивают или а там видать скважину сделали воду еще берут непонятно что там сейчас делают ну-ка может кто-то из вас догадывается что там делают с водой непонятненько вижу шланг оттуда туда вроде выглядит как скважина ума ну и тут опять же вот эта комната была закрыта я помню я тут ходил а тут они заложили тут мне подсветка нужна дох гайки штатка шонт он шлик без ахтеннонат ферзен удах французский включайся как ты включаешься блин опять не пойми вот включил Он с этой кнопкой не работает, вот посмотрите, тут выломано все, просто пипец, кирпичи как вложены, там они идут вертикально, кирпич выложен, а выше, горизонтально, короче, кладка тут хитрая, непростая, но кирпича там, йома йо, обалдеть, в 1631 году它 кайсер-катхолични Труппу принадлежать кирпич и кирпича. В 19. январь был в Миттенберге-Исенбарт-тур, который в городе городе. Парки. Это очень хорошо. вот у нас с этой стороны тоже самое закругленная форма кирпича такие прикольные идем дальше ну тут уже видно что новодельный кирпич наложили много вон чуть-чуть где-то местами просматривается старый кирпич и все остальное уже новое тут где-то было или дальше было я тут наверх можно сейчас раньше было закрыто пошли наверх сходим сейчас мы туда поднимемся в принципе отсюда ничего не видно ну в принципе тут особо-то тут ничего нет зря подымались тут просто за тупо закрыта что там внутри сделали главное сюда проход может когда-то где открывают кто его знает мы же не знаем ну видно что вот где-то частично старый кирпич вот внизу например видно хорошо потом нового тут уже наложили от души сверху все новый кирпич она пошли вниз ну а вот туда заглянуть можно интересность а ну-ка где у меня фонарик сейчас я попробую фонариком ну в принципе с фонариком заглянул туда вот на фотографии вам покажу потому что камера я не могу снять там окно заложено сейчас там чисто тут вот завалено сейчас там чисто вот это где копают конечно сейчас вообще не знаю даже но где-то это откопали сейчас пойдем посмотрим и да друзья вот там я ходил где-то вот там дальше немного внизу вот с этой стороны вот там внизу самая верхушка арки выглядывала понимаете ну как бы выглядела как дверь ну примерно по размерам вот такие яркие да это могло быть либо дверь либо окно тут конечно я тоже побывал тоже вот это хитрая кладка такая в углах какими закруглениями пум-пум-пум-пум прикольными что-то кстати я в тот раз забыл где-то заглянуть а не помню теперь где куда заглянуть я хотел и не помню куда где-то тут я куда-то короче пол не известно какой сейчас загляну я думал может там окно спрятали дверь нету там окна хотя сверху вон видно ну блин потом сам посмотрю нифига я не вижу сквозное отверстие или нет ну тут опять же вот что-то явно заложенное свежий кирпич прям за плакатом видно прям свежачок тут что-то заложили переделывают короче кто как хочет кому как нравится у нас а ну типа вот до начала типа инструменты гвозди ты гвоздь хотел надо возьми вареном под стеклом да ну самое интересное конечно было вот тут у нас дело в том что тут откопали так вот блин не подсветку надо включить так эту кнопку отпустим похоже я понял что с этой кнопкой подсветка не включается так как она вообще включается получилось или нет а включилась на максимум выведом вроде на максимум фонаричек вроде с фонариком так ну теперь это нажать колеи сколько новшеств это на улице у нас но это вроде как бы ну похоже на больницу ничего сказать не могу тут с типа санитарный пункт это я еще помню вот это вот за куток такой вот тут доктор доктор дай там таблетку от от давления давление у меня прыгает иногда да и у вас мы наверное тогда были нормальные таблетки ну что сейчас приходится по ходу самому искать там типа раненые но похоже ему ноги отрубила что там коротковат кругом отверстия для чего вот видно что там между стенами в отверстии так куда я показываю в отверстии между стенами там это зазор есть явный зазор надеюсь это будет видно небольшой сантиметров там 15-20 он есть интересно нафига он там нужен этот зазорчик тут тоже у нас сейчас будет такой кладки интересный просто пипец стабилизатор конечно прикольный но сильно замороченный как бы для меня это все тяжело дается я блин так и не разобрался как тут кабель подключить чтобы питание шло включаю мне что-то пишут а что пишут не хватает информации ладка конечно тут шикарная где-то почесали почистили кирпичики и больница бам землю представляете чух там какие-то остатки кирпичи в общем какая-то катастрофа произошла и всю нафиг засыпал а там нет там где-то есть отверстия походу и тут вот такие вот сколько тут толщина тут где-то около трех метров сверху да вот так по бокам тут где-то ну больше метра внизу нижней части внизу да где-то полтора метра сейчас я покажу что я имею ввиду вот эта нижняя часть вот она она примерно полтора метра вот окно никуда или типа сейф тут был или что тут было чок еще к чему есть какие-нибудь идеи напишите друзья может вы знаете складкой извращались вы ее и как умели так бойница обновленная явно свежий кирпич и тоже в никуда там кстати по ходу еще вон кладка какая-то ага прикольно там кладка офигеть вот так видно там кусочек кладки то есть бойница вкладку какую-то представляете какая глупость то есть бойницы явно по ходу и не было потому что там кусок стены выглядывает или как хаил говорит торчит ну торчит блин чего куда его денешь реально торчит и тут вот это все было откопано представляете вот это все тут земля была это все было засыпано вот напишите вот эти окна есть какие-нибудь идеи там кстати вот железный штырь для чего он там кому он там нужен и там я не знаю вверх я сейчас руку суну блин туда вверх просто уходит там нету ничего пустота представляете и вот такой штырь торчит и тут что-то поленился фонарик а тут ну кто-то скажет блин это для печки но не факт там есть до утверстия вверх уходит но я не скажу что это для печки потому что мы же там ничего не видим никакой не копоти ничего а тут они по ходу закрыли да вот молодцы вот молодцы стой что-то у меня кнопка отпустилась стал палец наверно держать и сейчас покажу вот видите да друзья у меня тут сюжет прервался в общем то не знаем уже второй раз прервался там у меня где-то прерывался где-то я шлем снимал от этого мужичка макет стоял и вот я нашел старую запись и как вы видите тут все засыпано в общем они тут решили дальше не заморачиваться не раскапывать там туннель явно уходит намного глубже копоть они видать после пожара какой-то пожар был тут почистили и тут и сейчас покажу вот это вот тоже в никуда там так называемая бойница и вот это вот то что насыпано очень интересно понятно это принципе везде так скорее всего потому что еще церковь потом следующем ролике посмотрим где-то что-то подкопали где-то надоело где-то просили решили дальше не заморачиваться и принципе где-то все вот так и происходит а тут мы видим там сверху отверстие какое-то там выбито просто напрочь и вот эта земля сюда вся хлынула с глиной перемешку все ну такие вот пироги друзья хорошо что я записал кстати прошло я там где-то говорил два года примерно прошло уже больше трех лет оказывается три с небольшим три с половиной примерно года вот так вот хорошо что у меня сохранилось это все ну вот это низ сейчас водой подтопило там какие-то трубы то ли скважины то ли чего понаделали непонятно когда я был первый раз не было еще этого вот там оттуда мы пришли и вот учета кусочек откопали сейчас я подымусь сюда посмотрим что тут у нас под откопано так для раскакать у нас упсля а нифига тут ничего не под откопали что-то выложили кирпичи камнями и площадку сделали нифига тут нету а так сверху выглядит я думал что-то откопали фиг вам не откопали ладно пойдем дальше я сейчас походим может еще что-то попадется интересно вот возвышенность сейчас мы покажем пройдем туда чтоб это было более понятно насколько тут еще получается бугор да насколько все это откопано там он мы видим краешек ины и тут или я не показал и даже не сразу понял я читаю надпись оказывается он мне не надпись показывал а вот посмотрите внимательно это вам что-то напоминает причесочка и вот это вот но приколитесь кто это придумал сделать так ну и высота я вам скажу тут если вот там еще сколько метров метра 3 до где-то плюс вот это все уходит ниже и ниже и ниже так друзья если будет у меня там что-то дергаться где-то еще что-то вот сейчас дернулась я еще с этим стабилизатором током не разобрался камера новая где-то что-то будет плохо вы уж не обессутина тут надо потренироваться тут с меню я разбирался блин в этой сонке такое меню зафигарили обалдеть можно кстати ну всем благодарен кто отблагодарил меня за работу вот благодаря вам правда не хватило немного но ничего страшного я добавил и приобрел себе камеру со стабилизатором sony cf1 такая ну-ка скажем так дешевенькая до дешевенькая 650 евро для кого-то дешевенькая для кого-то дорогая для меня так скажем средненько ну если бы я хотел прекратить съемки то наверное я бы и не купил и ну что-то мне как бы зацепило это продолжаю снимать еще есть что-то очень интересное пока завтра наверно съездим еще раз на скалы там один объект не снялся очень интересный опять же как погода будет главное чтобы дождя него завтра послезавтра тут выходные у нас два дня есть как бы с кем съездить есть или они против я в отпуске снова у меня ту больничный отпуск лучше борьба идет с гибером с работодателем не хотят мне делать нормальный план рабочий сделали представляете оказывается я не знал я так понимаю я не знал не знаю с какого года это сделали но так подозреваю что с двадцатого года сделали узаконили нам 228 часов можно работать месяц понимаете охренеть это рабство это просто в рабство вгоняют людей охренели совсем вот я сейчас борюсь чтобы мне сделали недельник напишу письмо еще чтобы не сделали нормальный план чтоб я было больше времени выходных потому что я вообще ничего не успеваю делать так друзья не знаю этот ролик наверное все будет следующий сейчас мы поедем церкви попробуем туда попасть которую церковь я никак не могу попасть ну может где-то еще там по центру походим что-нибудь от снею интересненькое а тут пожалуй все сейчас мы пройдемся я уже сомневаюсь что мы что-то еще интересное увидим есть подозрение что уже ничего ничего тут не увидим ну как бы принципе и так неплохо пробежались все пошли мы итак друзья приглашаю вас дождаться следующей серии посмотреть там вы увидите много интересного я все-таки попал в эту церковь которую не мог уже раз пять попасть увидите интересные подвалы очень глубокие так скажем увидите маленькие двери и невероятных размеров проемы также вы увидите еще подвалы это очень интересно это все в одной церкви недаром я так стремился туда попасть и конечно же вы увидите вид с башней на этом пожалуй все ждите следующей серии всем пока а